Слава Богу! Братья и сестры, дорогие друзья, приветствую всех именем Господнем, именем Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу! На веки слава Богу Святому! Приветствую всех из Киева, с нашей Киевской архипископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Да, и... Так, сейчас я, думаю, чуть пониже сделаю эту камеру. Вот, и сегодня у нас семинар. Сегодня семинар. Сегодня, завтра и послезавтра. Три вечера подряд. Это семинар, посвященный библейскому празднику, Господнему, Божьему празднику, Йон-Кипур. Судный день. Так обычно в русском языке, обычно, когда переводят, говорят об этом празднике, то всегда обычно пишут судный день. Хотя есть более, как бы, точно объясняющие, как бы, смысловые переводы. Есть, допустим, вот, день всепрощения. День... Да, день прощения на самом деле. Слава Богу. День всепрощения, милости Господней. Вот, и, друзья, это особенный день. Такой таинственный день. Мистический, как говорят, день. В хорошем смысле. Таинственный, мистический. И этот день... Вообще осенние праздники, они все такие очень особенные для нас. Да. Потому что, вот, весенние праздники, вот, Пасха, да, Пятидесятница, Песахши, вот, эти праздники, они уже исполнились. Они уже исполнились. И мы празднуем праздники Господни, но понимая, что их пророческое уже значение исполнено. То есть, это праздники, которые нам показывают на прошлое и на сейчасшнее, на сегодняшний день. Потому что, особенно для нас, новозаветных верующих, то вообще, однозначно, это и понятно, думаю, что наша Пасха, это сам Господь Иисус Христос, сам Ишуа, Ашиа. Аллилуйя. Вот сейчас хочу тоже включить здесь кое-что. Так. Вот, а осенние праздники, они еще должны исполниться. Конечно, они исполнились, но они еще... Вот, есть Фил Дрискл. Шафарит. Он трубач, всемирно известный трубач. Он и трубит, и шафарит. Звуки шафара. Они оповещают о праздниках Господних. Ну, и сколько качества, к сожалению, записей. Матч шафара. Интересно. Матч шафара. Плач шафара. Плач шафара. Так и называется это исполнение. Да. Звук шафара, он действительно напоминает плач ребенка. Плач души человеческой. Моление. Моление Христа. Когда Машех взывал к небесам, там, в Гефсимании. Представляю, иди сразу, эти картины. Ага. Иди сюда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 День Всепрощения И так же получается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День Всепрощения Субтитры создавал DimaTorzok 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 обращения, примирения, слава Богу, вот, и я вижу это в своей жизни, уже больше 30 лет несу служение, православное служение, как православный церковный служитель, священнослужитель, последних 20 лет несу служение уже как реформатор, обновленец, из них, да, и за эти уже больше 30 лет, чем, я тоже много раз убеждался в важности молитвы за гонителей, наших, за врагов наших, вот, и поэтому это мой молитвенный такой особенный список, вот так вот, друзья, вот, и по поводу семинара этого, Йом-Кипур, я думаю, начать можно прямо со слова Божьего, дело в том, что, вообще, о праздниках, о праздниках, вот, книги Ветхого Завета открываю, Левит, 23 глава, вот, можете посмотреть у себя тоже, здесь просто, чуть она, сейчас, сюда поближе, чуть поделу, вот, 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 вот Если романтический перевод такой сделать, то наш возлюбленный, он назначает нам свидание с собой. Особенные такие дни свидания. И он говорит, что вот есть такие дни, когда я тебе, народ мой, душа человека. Создатель обращается к каждому верующему и обращается ко всем сразу. Я назначаю вам свидание, особенные дни. Конечно, мы с ним можем видеться и видимся, конечно, ежедневно, особенно в новозаветное время. А то мы вообще счастливчики, везунчики, считаю. Потому что Машиах сказал так, уходя, он сказал, что я с вами во все дни до скончания века. Поэтому слава ему за все. Действительно, у нас каждый день есть повод для праздника. Вот, потому что с ним мы встречаемся. Но есть особенные дни его, которые он на все века определил, как именно дни особенных таких свиданий. Которые имеют пророческое значение для человека. Которые имеют особенное значение для него, для Бога. Но касательно значения для него, это мы можем лишь догадываться. Потому что человеческому уму нашему это непостижимые вещи. Мы можем лишь догадываться, сегодня, конечно, уже спустя тысячелетия, прошло уже после того, как Бог дал эти заповеди, дал эти праздники свои, открыл нам, прошло уже 3330 лет с половиной. То есть достаточно уже много времени. И за эти 3330 лет с половиной, человеческий род на самом деле уже кое-что стал разуметь. То есть верующие сегодня уже, оглядываясь на тысячелетний опыт предыдущих поколений, знаете ли, уже мы можем кое о чем размышлять. Что же для Бога значат эти празднества? Что же они для него означают? Да, конечно, мы можем вкупе, осматривая все Писания, Ветхий и Новый Завет, всю Библию, так мы условно ее делим на Ветхий и Новый Завет. Да, пишет, а, Иван пишет Гончаров, здравствуйте, Сергей, мир вам от Господа, привет с Камчатки. О, да вы что, привет Камчатке огромный, собирался к вам я на Камчатку пару лет назад, уже и билеты купил уже, вот, значит, потом пришлось их сдавать, эти билеты пропали. Жалко, ну, там их так получилось, что их нельзя было сдать, пропали. Вот, значит, там было извержение, как раз, значит, там и отменили, значит, там, значит, братья служения, вот, посвящались и, ну, а билеты уже, все. Не так и не получилось, ни разу не было еще, вот, значит, на Камчатке, но намереваюсь, даст Бог, побываю на Камчатке еще, послужу. Ну, я Камчатку только с другой стороны океана смотрел, будем так говорить, ну, помахал вам рукой, там молился на побережье Аляски, значит, мы молились как раз за Камчатку, молились за, вот, ваш тот регион, значит, с другой стороны этого моря океана, будем так говорить, да. Вот, и там, кстати, там на Аляске я был на служениях среди индейцев, среди коренного населения, как мы говорим еще, да, и там были люди, которые родом с Камчатки. Я не помню точно название этих народностей, но это малые народы, они, ну, те же самые индейцы, они уходили с Камчатки, переходили пешком, значит, получается, прям по льдам как-то там, они, не знаю, передвигались, и пришли на Аляску целыми семьями, прямо с женами своими, с детьми, собрались, давно еще, ну, еще лет 10-10 назад, вот, и они перешли, значит, там и на Аляску пришли, им там, как уже сразу статус, они местное население, вот, тоже их благоставляли, так что, вот, я молился за людей с Камчатки, вот, именно коренных людей, которые родились и выросли в Камчатке, на Камчатке, вот, значит, малые народы эти, вот, но они уже стали жителями США, значит, гражданами США, значит, и жителями Аляски, вот, вот, я имел честь, вот, благоставлять их детей, их жен, вот, самих этих, вот, как бы, ну, лидеров этих, будем так говорить, вот, слава Богу. Так что, благоставляю вас. И, знаете ли, где бы мы ни были, хоть на Камчатке, хоть, вот, здесь вот, в Киеве, хоть, на Аляске, где угодно, где бы мы ни были, знаете, в наших сердцах, вот, этот Божий огонь, святой огонь, горит в сердцах верующих, который, вот, Слово Божье, будем так говорить, возжигает, возжигает Слово Божье и поддерживает этот огонь святой. Вот, и вот эти свидания, о которых я вот начал говорить, да, спасибо Божие благословения, да, Иван, Иван тоже Божий благословений, слава Господу, привет всем святым в Камчатке, радоваться, и еще говорю, радоваться, радуйтесь. Вот, у вас там все раньше будет начинаться, потому что у вас там страна восходящего солнца, как раз вот та сторона, откуда солнце всходит, получается, да, Япония, там и прочее, вот, значит, и Сахалин, тоже, Сахалин я познакомился с очень хорошими братьями, тоже в Москве, не так давно пообщался, Сахалина, это корейцы, очень хорошие братья, молодцы, такие горячие евангелисты, миссионеры, вот, и они вот на Сахалине трудятся, вот, очень был рад с ними познакомиться, поэтому тоже жителей Сахалина тоже благословлял лично, уже, слава Богу. Вот, надеюсь, тоже послужу у них, они приглашают на Сахалин тоже провести там евангелизацию, служение, семинары тоже в библейской школе их не, вот, я на Сахалине тоже ни разу не был еще, хотя Якутию проехал, по Якутии служил я, значит, по Баму проехал тоже, в Тынде служил, по Дальнему Востоку всему служил, вот, значит, ну, находка, значит, Владивосток тоже служил Словом Божьим, в библейских школах там учил, то есть, этот район у меня, регион у меня знакомый, очень хорошо, вот, не понаслышке, вот, поэтому очень часто молитвы вспоминаю, молюсь, благоставляю во имя Христа. И где бы мы ни были бы, хоть в странах или регионах восходящего солнца, как говорится, да, или в странах заходящего, можно так выразиться, солнца, где бы мы ни были, Господь, Бог всемогущий, Он всем нам назначает определенные свидания, Он всем нам назначает вот такие особенные вот эти свои свидания. Моедин. И вот здесь написано, я еще раз напоминаю, кто подключился, только, читаю Левит, 23 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Исраилевым, и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание». То есть, священно, отделенное, особенное собрание. Мы каждый день, мы проводим собрание какие-то, встречи какие-то, знаете ли, это благочестиво, это хорошо, но есть свидание Его, которое Он назначает. «Вот праздники мои», то есть, это «Вот мои назначенные дни», свидание со мной, особенного пророческого такого звучания, да. Третий стих дальше говорится. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших». Знаете, вот это Шаббат, заповедь о Шаббате, она первой идет, то есть, первый из праздников, там еще все семь праздников сейчас прочтем, может быть даже, ну, первый праздник, он однозначно сразу Бог показал, это Шаббат. Каждую неделю у нас особенная с ним встреча, пророческая встреча. Пророческая встреча, почему пророческая встреча Шаббат? А почему о Шаббате сейчас важно сказать, потому что праздник этот, которому посвящен семинар мой, Йом-Кипур, день искупления, судно-день, этот праздник в Писании, он называется, и в традиции нашей еврейской, он называется «Суббота-Суббот», вообще. Чтобы было понятно, поэтому очень важно сейчас это внимание заострить на этом. Суббота, день Господний, имеет пророческое звучание, пророческое значение. Вот, согласно Писанию, почему Шаббат, почему Суббота, а допустим не Пятница, или не Воскресенье, или не Понедельник, или не Среда, там, или не какой-то другой день. Почему? Хотя по-человечески, конечно, нам это мало может быть понятно, но что-то уже понятно. А что нам понятно? Из Писания нам понятно, что Бог, Он, запустив временной механизм этого пространства, этого измерения земного, временного этого мира, Он каждую неделю назначил такое напоминание о себе, как о дворце, как печать своему творению поставил. Потому что Он мог бы нас создать, как, допустим, ангелов Он создал, всех, ну так, грубо говоря, скопом, всех сразу создал. Вот, и если бы нас, людей, Он также создал бы, всех сразу, допустим, миллиарды людей сразу из праха земного создались бы. Вот, Он мог ведь так сделать? Безусловно, мог. Он все могущий, Он всесильный Бог. И знаете ли, тогда, если бы, допустим, проблема возникла в семье Адама и Евы, тогда эта проблема касалась бы только этой семьи. Ну, и, может быть, еще некоторых, которым они тоже испекли бы яблочный пирог, будем так говорить, да, значит, угостили бы кого. Я не знаю, значит, ну, группы семей, допустим, группы людей определенной, это коснулось бы, эта проблема. Но остальных, как говорится, мы бы просто умалируем, сказали бы, нет, мы не участвуем в этом, мы не принимаем этого. Вот, мы остаемся верны заповедям Бога. Вот, будем плодиться, размножаться, но от этого плода мы не будем вкушать. От других деревьев мы будем плоды вкушать, от этого не будем вкушать. Вы знаете ли, если бы подобное было бы происшествие, ну, немного так пофантазировать, да, представить, если бы, допустим, Бог нас создал как ангелов всех, да, тогда, допустим, бунт или проблема в какой-то семье или в группе какой-то человеческой, это была бы чисто их проблема. Нас она не касалась бы, хотя вот наши отношения, как и ангельское, проверилось бы. Помните, как вот посланник евреям, там потрясающе по своей глубине вот это вот пророческое такое вот, как бы, приоткрывающее завесу на тайной, значит, описывается такое происшествие, когда у первородного Отец Небесный, Бог Святой, первородного водил во Вселенную. И Бог сказал, и да поклонятся Ему, и да поклонятся Ему все ангелы Божьи. И мы можем предполагать, что часть ангелов во главе, вот, как говорится, с лидером прославления не захотели, вот, менять свою ангельскую теологию. Вот, и, как говорится, кто со мной тут герой, все, здесь уже не такая церковь, мы открываем другую церковь, все, и треть собрания покинула, вот, Господа. Ну, мы их называем падшими ангелами или отпадшими. Если бы, знаете ли, если бы вот такое произошло бы, нечто подобное, допустим, с заповедью о плодах, да, такой кашут был определенный, то есть нельзя было от всего кушать, а вот этих плодов не кушать. Вот, ну, понятно, там нельзя было, там, тогда и животных есть с ними, можно было разговаривать, общаться, вот, но, есть их нельзя было, я думаю, и Адама, Ева, ему в голову не приходило подобное плодоядение, потому что они были, ну, как говорится, травоядные, как бы, ну, были вот, веганы, как сейчас говорят, да, вегетарианцы были. Вот, ели только от плодов, значит, от плодов земли, плодов растений, там, все. Вот, ну, идиллия, да и только, просто рай, я липучку купил, но, видимо, они что-то не очень любят эту липучку. Вот, и знаете, друзья, конечно, есть Божий замысел. Согласно уже Новому Завету, мы этот замысел немного уже знаем. Мы об этом замысле уже кое-что знаем. Даже не просто кое-что, мы вообще в Новом Завете знаем такую тайну, о которой прежние века только лишь люди могли догадываться вообще. Мы знаем такую тайну, самую великую тайну во Вселенной, нашей тварной Вселенной. Она раскрыта в Новом Завете. И она выражена в разных словах Нового Завета, в разных, как мы говорим, фрагментах с Писания, в разных местах Писания, вот, в разных стихах. Но очень красиво это выразил апостол Павел в послании к Тимофею во второй главе, помните, да, где он говорит о Боге, о Создателе, который хочет, чтобы все люди спаслись. Все люди спаслись. И, дальше он говорит, и достигли познания истины. Ибо, дальше он пишет, един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Вот, нам раскрыта вся тайна Божьей воли, вся тайна, все таинство Божьего замысла. То есть, изначально, от первого же дня, от падения, как бы, да, грехопадения, значит, Божий замысел был вернуть все человечество, спасти всех вообще. И вот, говорят, я время от времени такие публикации читаю, есть такие люди, любители всяких родов заговоров. И вот, среди православных, к сожалению, среди нас, православных, очень много любителей таких вот еврейского мирового заговора. Вот, евреи виноваты во всех грехах, там и прочее, прочее, прочее. Я и как православные священнослужители, и как евреи скажу, что действительно это невежество. Это невежество. Но, я, так вот, чтобы смягчить, как бы, обычно разговоры с подобными людьми, то я говорю, знаете ли, если вы говорите о всемирном заговоре, я даже публиковал несколько таких вот таких заметок у себя, значит, на страницах в блоге, я говорю, я говорю, тоже, в принципе, да, я говорю, тоже могу рассказать вам о всемирном еврейском заговоре. И они сразу интересуются, о каком батюшке. Я говорю, ну вот, я говорю, тоже верю, что да, есть некий такой всемирный еврейский заговор по спасению рода человеческого всей нашей планеты истрадавшейся. И во главе этого заговора сам Господь Бог всемогущий. Баруха Шэм, благословенно имя Его. Хо! И кульминационным эпизодом, вот этой вот, ну, самым главнейшим, наиглавнейшим эпизодом вот этого плана, этого заговора является личность самого главного заговорщика во Вселенной. Ишуа Машиах, Иисуса Христа, который пришел спасти. Нас всех. Который пришел действительно искупить. Стать этой жертвой за нас. Стать нашим Йом-Кипуром. Йом-Кипуром. Я хочу и сегодня, и завтра, и послезавтра, даст Бог четверг, но особенно, конечно, уже в студии там еврейского взгляда. Да, на Ютубе можете набрать еврейский взгляд. Посмотрите, очень хорошая программа. Я у них бывал когда-то, значит, у меня там есть с моим участием там программы тоже. Но в эту пятницу, кто подключился сейчас, кто сейчас онлайн, послушайте, в эту пятницу в 20.00 будет прямой эфир с моим участием. То есть, ваш покорный слуга, я буду служить вам словом Господним. Из Писания, из истории христианства тоже примеры буду приводить. Поэтому вся эта неделя, она вот такая Йом-Кипурная. Вот об этом наше рассуждение, наше размышление. А Бог даст на сам Йом-Кипур, это завтрашнего вечера, начиная, 24 часа, даже 25 часов я беру. Тоже по традиции такой еврейской, ну, лучше час больше, чем меньше. Вот, значит, исходя из этого рассуждения, 25 часов подряд буду совершать хлебопреломление, причастие в христии, молитва, вот, значит, и провозглашение, что наш Йом-Кипур, это сам Ишуа Машиах, Иисус Христос. Буду молиться за Израиль, моя молитва за Израиль в эти дни, а особенно на Йом-Кипур. Молитва за Иерушалаем, молитва за Иерусалим, о духовном пробуждении Иерусалима, за весь еврейский народ и вернувшихся уже благоставляю особенной молитвой. Я очень люблю тех, кто уже в Израиле, кто уже вернулся к земле Израиля, кто живет в Иерусалиме. Я просто им белой завистью, будем так говорить, завидую, благоставляю их и тоже мечтаю тоже на следующий год в Иерусалиме. Аллилуйя. Да, тоже пою со всеми евреями, тоже пою. В следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме встретимся. В следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме встретимся. И, конечно, молюсь также за тех, кто вернулся уже в землю Израиля, кто живет в земле Израиля, обетованы нашей земле, но чего греха таить, большая часть из этих людей, что вернулась своим телом, физически туда вернулась, умом, как правило, не вернулась, душой не вернулась, духом тем более. Знаете ли, это, конечно, большая проблема, особенно наши русские евреи, как правило, очень большая проблема, я не говорю за молодежь, хотя и среди молодых людей бывают всякие моменты, но особенно средний возраст наш, или же пожилые люди, большая проблема. Как вот и у отцов наших, которые вышли из Египта, но Египет еще в них был, будем так говорить, мертвой хваткой, вцепившись, существовал. И, как Чарльз Перджин говорил, да, там, значит, король проповедников протестантских, такой протестантский златоуст, я говорю, значит, он говорил, что да, 40 дней надо было Всевышнему Богу, чтобы вывести нас из Египта. Но 40 лет понадобилось Всевышнему Богу, чтобы Египет вывести из нас. Вот, и когда пасхальный седр мы совершаем, пасхальный ужин, да, то как раз мы первый бокал, да, первую чашу, мы же поднимаем первый тост. За что пасхальный? За то, что мы вышли из Египта, да, потом кушаем, все, продолжаем кушать, значит, потом время второго тоста, тамада, будем так говорить, ну, проще говоря, да, распорядитель, да, пира. Он, значит, поднимает второй бокал, вторую чашу мы поднимаем, вот, молимся, и вторая чаша, второй тост, он за то, что, если первое, что мы вышли из Египта, то второй тост мы поднимаем в знак того, что Египет вышел из нас. Первый тост, мы не рабы, слава тебе, Господи. Второй тост, рабы не мы, слава тебе, Господи. Вот, потом третий тост, да, поднимаем, мне очень нравится третий тост, он настолько трогательный, он настолько особенный вообще. Этот тост о чудесах и знамениях мы говорили, и в новозаветном формате мы проводим его, конечно же, не в раввинистическом. Мы говорим не только о чудесах, знамениях, о казнях египетских, о море, которое Бог раздвинул, и мы посоху прошли, как в православии поется, да. Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами гонителя фараона, видя потопляемо Богу, победную песнь поим во пияше. Велик Бог Израилев, аллилуйя, слава тебе, Господь, слава тебе, Боже. Да, но в новозаветном формате мы говорим и о чудесах новозаветных, мы говорим о чудесах Машиаха, о тех чудесах, какие Он совершал, опять-таки, тем самым раскрывая таинство нашего спасения. И какие Бог совершает в нашей жизни, сейчас, в наших судьбах, когда мы говорим Богу «да» и соглашаемся с Его планом спасения, и совершается великий исход в наши дни. Только тогда был Моисей, а сейчас Христос Машиах, сам Иешуа, сам Иисус. И, дамы и господа, братья и сестры, потом четвертый бокал, четвертая чаша, бокал – это знак Бога усыновления, мы говорим. Четвертая чаша, четвертый бокал – Бога усыновления. Бог вывел нас из Египта, но Он привел нас, не просто вывел и сказал, ну, а теперь гуляйте где хотите, гуляй поле, это не свобода. Настоящая свобода, оказывается, это быть под властью всемогущего царя. Быть рабом Его, оказывается, это свобода. С точки зрения вообще человеческой, земной, это парадоксально вообще. Но это реально, это по-настоящему. Это не по-нарожку, это по-правдушному. Вот. И пятая чаша, пятый бокал, он всегда наливался, но до Машиаха никто его никогда не поднимал. Потому что этот бокал назывался во времена храма. И первый, и второго храма назывался бокалом Машиаха. Сам Христос должен был этот бокал поднять, эту чашу, и царство свое государство, начало своего королевства объявить открытым. Вот. В современном, уже раввинистическом, талмуническом иудаизме, во многом, к сожалению, отступническом, таком, знаете ли, не принявшем Машиаха, спасителя Ишуа, есть понимание такое, современной более, ну, средневековой еще, что это бокал Ильи, пророка, Ильяху. И что Илья однажды этот бокал поднимет и свое, не свое, извиняюсь, а царство Машиаха провозгласит открытым, вот, начавшимся. Но, по-любому, даже и в современной арминистической такой, знаете ли, интерпретации, все равно это бокал Машиаха, вот, бокал Мессианского царства. Так что, вот так, дамы и господа. Так, сейчас, что-то у меня здесь прерывается. Надеюсь, трансляция не прерывается, потому что что-то у меня здесь сообщение, что прерывается вообще связь. Ну, надеюсь, все есть. По крайней мере, есть запись, и запись я буду выставлять, но уже после праздников, значит, с камеры, записи видеокамеры. Вот, слава Богу. И Ишуа Машиах, 2000 лет назад, он поднял бокал, пятый, чашу, и начало своего королевства объявил открытым. Это чаша есть, сия чаша, он сказал, есть. Новый завет в моей крови, который за вас проливается. Аллилуйя. Кстати, я сегодня совершил тоже хлебопреломление при части. Вы тоже приготовьте, друзья. Но в завершение этой части тоже проведем хлебопреломление. Я взял такую лепешку сегодня. У наших братьев здесь мусульман покупаю. Да, я прихожу к ним, говорю, шалом, салям, они тоже салямкаются. Вот, и я поднимаю бокал во имя Господня, чашу Господню. И хлеб. Ем, провозглашаю победу Иисуса Христа, Ишуа Машиаха, Господа моего. Слава Богу. Ну, а перед тем еще кое-что расскажу в этой части. В первой части сегодня такое у нас ознакомление. Потому что я еще буду, еще дочитаю кое-что из книги Левит, 23 глава. Все-таки давайте вернемся туда снова. Книга Левит, 23 глава. Вот. Первое праздник, которое здесь указано, это Шаббат, суббота. Вот, поэтому должно ее исполнять. Слава Богу. Вот, и дальше написано. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца вечером Пасха Господня. Это имеется в виду месяц не вот Тишли, первый, да, от создания мира. А от нашего исхода. Это месяц Авив или Ниссан. И в 15-й день того же месяца праздника пресноков Господу. В 7 дней ешьте, опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. А в 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. Вот, собственно, наши сейчас жертвы какие? Все. Время жертвоприношения закончилось. 2000 лет назад, когда Машиах воскликнул, совершилось. Он прокричал, совершилось. И завеса в храме разорвалась. Сегодня наша жертва, это плод уст наших, это словословие, восхваление, благодарение Господу. Аллилуйя. Прими Господь Божий. Благодарение эти. Как фимиам к престолу славы. Вот. И сказал Господь Моисею, говоря. Это, ну, получается, о праздниках весенних. Вот. О праздниках. Вот. О Пасхе. Вот. Значит. И дальше уже как раз о возношении снопа. Это прекрасно. Это прообраз воскресения Иисуса Христа. Воскресшего Христа. Вот. И скажи им, когда придете в землю, в 10-м стихе написано, которую я дам вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. То есть, как раз получается воскресение Машеха, воскресение Христа. Вот. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца Однолетнего Беспорока. Ну, наш Агнец, сам Господь Иисус Христос. Аллилуйя. И с ним хлебного приношения. Дальше, дальше, дальше. Так. В 15-м стихе. Отсчитывайте себе от первого дня, после праздника, от того дня, в который приносите сноп, потрясение семь полных недель. Идет уже время к шавуоту, да? К пятидесятнице. Вот. И хлебы, приношения. Так. Так. Вот. Ай-яй-яй. Осенние праздники. 23 стих. 23 левит. И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, вот в этот уже месяц, собственно, потому что от создания мира, да, если отчитывать, то это первый месяц, но если брать от исхода, то это седьмой месяц уже, месяц Тишри мы его называем, Тишри. В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, да будет у вас. Это мы называем в народе обычно дорожка шана, а так это йом-труа, это праздник трубного зова, праздник шафаров. Никакой работы не работайте, приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, Так же в девятый день, седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. Да, это суббота покоя, интересно говорится, суббота покоя. Даже независимо от того, на какой день выпадет этот праздник, это суббота называется. Потому что суббота называется, да, раз в неделю мы называем субботой субботу, собственно, но раз в году субботой мы называем тот день субботу-суббот, будем так говорить. Девятое число, которое сегодня вечером начинается. Завтра как раз уже наступает, завтра девятое, получается, Чешри. Вот сегодня вечером начинается девятое Чешри. Вот, и самого, и, собственно, десятое число, вместе Чешри. Йом-Кипур. Братья и сестры, дело в том, что в древности, именно во времена храма, именно в этот день Йом-Кипур, великий священник, первосвященник, заходил с жертвенной кровью во святой и святых Иерусалимского храма. Друзья, в Новом Завете, в Новозаветную эру, эту эпоху, мы благодарим Бога. Я лично очень сильно благодарен Богу за то, что истинный Машиах и Ишуа, истинный настоящий Христос и Иисус, Он, как великий первосвященник, Библия Нового Завета называет Его великим первосвященником, Он вошел за нас в самое небо, чтобы пристать пред Богом за всех нас. И вот два тысячелетия, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, благодать на благодать. Великий первосвященник со своей драгоценной кровью, его молитвенно, его молитвенное предстояние, его ходатайство за весь род людской. И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли Иметь надежду вечно жить И как Спаситель всех людей любить. Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река, И как волна лапзает берега, И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли Иметь надежду вечно жить И как Спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя он ждет, Давно стоит у каменных ворот, Стучит к тебе, открой уже пора, И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли И иметь надежду вечно жить И как Спаситель всех людей любить. О, если б знал живущий на земле, Любовь Христа лишь ею дышат все. И если Бог любовь отнял на миг, То этот мир давно б уже погиб, И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли И иметь надежду вечно жить, И как Спаситель всех людей любить. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже, за любовь твою, За победу твою. Благодарю тебя за таинство сие. Совершим причастие, братья и сестры, Хлебопреломление. Преломим хлеб по имя Господне. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, Давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, Давший нам плод виноградной лозы. Аминь. И рассуждение, да. Рассуждение о теле и крови Христа. Хочу напомнить, кто сейчас причащается, Возьмите себе, налейте себе соку виноградного. Если нет виноградного сока, Просто воды даже налейте. Я это при части делаю просто воду. Наливаю себе просто воды. Беру хлеба. Вот сейчас у меня вот, допустим, Лепешка такая. Вот. Даже беру просто ржаной хлеб, Обычный украинский или белорусский у меня есть. Вот белорусский у меня сейчас хлеб ржаной есть. Вот. Беру, допустим, И все. И причащаюсь. Потому что причастие, Это не просто качество винального хлеба, А это качество нашего рассуждения О теле и крови Иисуса Христа. А качественное рассуждение, Правильное рассуждение, Благочестивое, О теле и крови Иисуса Христа одно. Оно следующее. Что благодатью я спасен. Через веру. И это не от меня. Это Божий дар. Чтобы никто не хвалился. Боже, спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за телу и кровь твою. Благодарю тебя, Господь Святой, За любовь твою. Кровью твоею святой я спасен. Иисус Христос, Мой Господь, Бог Спаситель, Целитель, Освободитель, Вдохновитель, Мой Господь. Спасибо тебе, Боже Всемогущий. Ты мое вдохновение. Ты моя жизнь, Господь. Ты путь. Ты истина. Слава тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже Всемогущий. Благодарю тебя за жизнь и жизнь с избытком. Боже, ты простил, Господь, меня. Ты мой Йом-Кипур, Господь Иисус Христос. Ты мой Йом-Кипур. Ты день искупления моего. Ты день всепрощения. Ты простил всего меня. То, что было, то, что есть, то, что будет, полностью принял меня, Боже. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже Всемогущий. Благоставляю великое имя Твое. Аминь. 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 И вот у меня вот здесь лепешка, я опомню от нее хлебом. немножко и совершу причастие. Потому что причастие, это действительно, это сам Господь Иисус Христос. Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертия отпустите. Аминь. 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 А Благодарю Тебя, Господь, что спасен я по милости Твоей, по благодати Твоей. Спасибо, я сын Твой, я очень дорожу этим. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, что сегодня тем вечером в предпразднестве, в предвкушении Эра Фемки Пур, в предвкушении назначенного Тобою времени, пророческого времени, судного времени, дня всепрощения, дня любви Твоей, Господь. В эти дни трепетной любви, Господь, нашей Твоей и нашей человеческой, Боже, воздаю Тебе славу и хвалу. Благоставен Бог наш, Царь Вселенной. Аминь. Благоставляю вас, дорогие друзья. Утром подключайтесь в 6 утра, каждое утро, пока я здесь в Киеве, в 6 утра, подключайтесь тоже, совершаем хлебоприломление. Я себе заранее приготовляю, тоже беру хлеба, приготовляю себе соку. Здесь у меня вот есть сандор, использую. В Украине очень хороший сок, червоного винограда, написанный нектар. И заранее приготовляю себе все, и утром трансляцию делаю. Я сделаю здесь же трансляцию, думаю, именно здесь. Потому что эти дни вот Йом-Кипура, пред Йом-Кипура и Йом-Кипура, и до самого Суккота, до воскресенья, получается, уже будет как бы эра в Суккот. То есть, получается, да, время перед Суккотом я буду здесь проводить вот эти вот такие трансляции тогда, чтобы с молитвой за Израиль, за Иерусалим, особая молитва за Израиль, вот. И пусть это духовное пробуждение, оно набирает силу во всей земле нашей. Аминь. Благоставляю благословением священников, всех вас, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас. Во имя Господа Иисуса. Ваши дома, родных, ближних. Вот. И завтра вечером продолжим тему Йом-Кипура. И послезавтра. Вот. И в пятницу в прямой трансляции там в программе «Еврейский взгляд». В четверг, если получится. Ну и по утрам, совершая хлебопреломление, молитва, трансляция с утренней молитвой тоже. Будем так или иначе рассуждать о Йом-Кипур. О жертве Господне Иисуса Христа буду говорить. С миром Божьим. Шалом. Мир всем. Аллилуйя.